Уже несколько лет подряд работники атомремонт-сервиса отмечают праздник День энергетика в своем родном зале для проведения оперативных совещаний. И в этот раз всего традиционно. Даже гости из НАЭКа. Уже лет 10 подряд один и тот же. Вице-президент НАЭК Энергоатом Владимир Максимович Пышный. Я скажу сразу, что подразделение выполнило на сегодняшний день свою производственную программу на 102%. Поэтому, как всегда, мы с этого начинаем. Вам спасибо. И особенно спасибо людям, которые находятся на площадках у нас. А это более 200 человек. Им нелегко. Поэтому мы будем считать, что они тоже с нами. И, наверное, после праздника Виталий Анатольевич уже объезжал по площадке. Был замглавного инженера на Крыминской станции всю неделю. То есть, безусловно, что мы стараемся быть с людьми ближе. Что я хотел бы сказать. Вот сегодня мы ходили по производственным участкам, местам. Ну, какие красивые люди. Вот это не дадут мне соврать. Когда мы были в центре по подготовке персонала, контролеров, да? Я открыто сказал, что у нас самые-самые красивые люди. Это правильно. Славутичи самые красивые люди. А в этом ремонт, кстати, еще краше. Посему, дорогие друзья, здоровья. Быть всегда сильными, мужественными. Невзгоды и командировки, они тяжелые. Но, тем не менее, мы все-таки мужики. Мы должны. Это наша с вами такая судьба, однако. Поэтому, самов-самов хороших успехов и мечта. Мечта следующего года, мы, уважаемые мэры, мы помечтали. И считаем, что в следующем году пришло время открыть колледж по подготовке профессиям, рабочих профессий, высокого квалификации. И сегодня, обходя производственную базу, мы увидели, у нас все готово. И станочники, и специальные контролеры. У нас все профессии, которые нужны для энергетики. Нам нужно будущее. За будущее атомремонт-сервис. Спасибо вам. После теплых слов поздравления приступили к праздничным награждениям. От Министерства энергетики и угольной промышленности награжден Бачинин Вячеслав Федорович, замначальника цеха по ремонту тепломеханического оборудования ВП Атомремонт-сервис. Нагрудный знак почетный работник атомной энергетики ДП «НЭК Энергоатом» получил ведущий инженер-конструктор инженерного центра Арса Сергеев Василий Геннадьевич. Нагрудным знаком ведминника атомной энергетики награжден начальник планово-экономического отдела Арса Полос Леонид Иванович. Леонид Иванович был взволнован и откровенно рассказал по трех вехах в его жизни. Это первая виха случайный телефонный звонок Макаренко Михаила Дмитриевича, который пригласил меня в Славутич. Дай Бог ему здоровья. Вторая виха – это шановная Надя Анатольевна Павлова, которая пригласила на Альна Матер в Чернобыльскую станцию працювать. Ну и последняя виха – это працювить больше половины, так сказать, своей трудовой деятельности я провел в Атомремонт-сервис. Я очень благодарен вам за всю работу. Коллектив, который есть в Атомремонт-сервис, честно говоря, хай позавидует каждый. Поэтому спасибо вам за работу. Спасибо за все, за сотрудничество. Ну и, как говорят, в том мультике. Если что, заглядите. Почетную грамоту от НАЭК и получил и начальник лаборатории цеха теплоавтоматики Арса Рамуль Дмитрий Юрьевич. Удалось достаточно продолжительное время скрывать и не афишировать награждение технического директора, главного инженера Арса Белова Владимира Георгиевича. Для него это был настоящий сюрприз. Грамотами НАЭК были награждены Шваб Эдуард Йосипович и Халипов Владимир Николаевич. Благодарственное письмо получили также Антипов Николай Александрович и Кириенко Анатолий Михайлович. Далее предоставили слово мэру города Фомичеву Юрию Кирилловичу. Не взважаючи на все намагания людства сниживать вытраты на споживание энергии, споживание не только врастает, потому что врастает экономика, святая экономика врастает, потому что ваша профессия, на мой взгляд, вона вечна. И вы с целью профессией справляетесь на відминном. Владимир Максимович, вы выиграли конкурс краси, я все почу, ваш коллектив найкрасивейший. А в меня вы, безусловно, выиграете конкурс найзлагодаряного и найпрофессийного коллектива мэста Славутича. 14 грудня день вшанування ліквідатора аварій на Чорнобильский АЕС. 22 грудня день энергетика. В цьому вся філософия Славутича. Ми розуміємо, что такое трагедия Чорнобильский АЕС, но великим викликом в нашу житті была остановка генерації электроэнергии. И сегодня Атомремонтсервис это наше предприятие, которое связывает нас, связывает с генерацией электроэнергии, с генерацией электроэнергии, масштаба Украины, а я бы даже сказал, Европы. Больше 50% обеспечения электроэнергии, не как энергетом, в нашей стране. Куда без этого? Никуда. Розвиток экономики тримается на вас. Владимир Максимович уже трошки открыв завісу того проекта, который мы запланировали. Вы знаете, в нас есть потужный ресурс. 10% отбудительства централизованного схожа от працьегоного ядерного палива, яка споруджується сьогодні в Чорнобильской зоне. Відвидал цей майданчик я два тижні тому, а до цього був в серпні. Темпы будивництва шалені. Я переконаний, що цей об'єкт буде побудований і ми забезпечимо в Україні свою ядерну безпеку, в тому числі і в збереженні відпрацьованого ядерного палива. А Славутич разом з Іванківським і Поліським районами має класний ресурс. І, мабуть, доречно було б його витрачати разом з тим, хто цей ресурс дає, з неяк енергоатом. Тому і народився такий проект. А Славутич сьогодні готовий. Ви готові бути менторами, готові бути наставниками для тих молодих хлопців і навіть дівчат, які мають наміри пов'язати своє життя з енергетикою, з атомною енергетикою. Ми презентуємо проект створення коледжа робітничих професій в Славутичі разом з неяк енергоатом на базі атомремонтсервіс. Визначаємо один з об'єктів міських, який ми трансформуємо саме під цей напрямок. І Славутич отримає освіту, розвиток освіти, спеціальної освіти. Я це називаю нова кров. Це трошки нове життя для Славутича. Повітьте мені, Славутич, 31 рік, все тільки починається. Я вам дякую за вашу роботу, я вам бажаю здоров'ячка, наткнення, щастя і найголовніше всім нам мирного неба над головою. Святом вас з днем енергетика. Дякую. І, звісно, за професіоналізм і активну об'єктівну позицію були награждені грамотами міського председателя нескільки роботників АРСа. Підвіл перший етап награждений і поздравлений директор АТОМ-ремонт-сервіса Шикун Віталій Анатольович. Ваш високий професіоналізм помог нам в этот год пройти трудний, сложний, на том, високому уровню. Правильно, як уже Владимир Максимович сказав, основной наш показатель производственная программа выполнена. Выполнена досрочно некоторыми подразделениями. Да, она выполнена полностью. І перевыполнена. Це значить, що ми, сидячи тут, в кабінеті, ребята, які знаходяться в полях, зробили все правильно. Організували, укомплектовали, нашли роботу, відправили. Саме главное, ребята в тяжелих условіх эту роботу зробили. Так що, откровенно скажу, у нас дуже багато впереди і проєктов, і ідей. Ми с вами с Владимиром Аксимовичем були на базі. Він дуже багато і до цього, і зараз увидел інтересного. Последний проект – це по замеру влажності парогенераторах, інженерний центр нову задачу осваиває. У нас каждый где-то квартал, а то і чаще, появляются небольші і крупні нові задачи. В інженерний центр, ЦРТМОВ, ЦРЭТО. Тобто я скажу вам, ми будемо жити. Работа у нас буде. Саме главное, щоб все ви були здорові, щастливі, і всього вам самого хорошого. Так що, с праздником ще раз. І, конечно, із рук директора сотрудникам було приємно получать грамоти к Дню енергетика. І ще одні приємні награды получили із рук директора, роботники АРСА за победу во всеукраїнському конкурсі по організацію охраны труда середі 29 відтобленних підприємів України. Хочеться б добавити, дійсно, конкурс. Ми стали лучшим підприємом, одним із лучших підприємів України, не Київської області, з робочими більше 250 чоловік. Це дуже високе достиження. Ну, определенно, тепер і нагрузка для нас. Тобто тепер ми слишком високі стали, і нам не можна опускатися нижче. Награда, кстати, у вас стоїть диплом, і ми розмістимо в зале. Також я кажу, спаціємо, поздравляю. Толіцьоно немногословним був лідер профсоюзів Лавриченко. Знаєте, що опять ці служби, які на верху, зробили нам тариф на 2019 год, аж більше на 0,43 копійки. Значить, хоча ми планировали і розчеты давали на 91 копійку. Тому, як би сказати, що 2019 год, він у нас, починається проблематичний, хоча я всіх уведомляю, що не обращайте увагу на зароботну плату, яка буде в першому-второму кварталі 2019 року. Вона буде не менше, ні менше, ніж в 2018 році. Ну, а всі остальні питання, я так думаю, що ми будемо розвати в другому полугоді, як звичайно, 2019 року. А після поздравління з праздником вручил профсоюзну грамоту. От імені Українського ядерного обществу роботника Фарса поздравила с Днем Энергетика Хорошева Людмила Николаївна і наградила нескільки роботників Фарса. А в фінале, з словами благодарності за допомогу, яку регулярно приносять арсовці, вирішила директор детського дому Центра защиты детей. Сказала, що Арс для них це завжди праздник. Вот так работники Арса отметили День Энергетика. Но не все грамоты были вручены в этот день, потому что часть работников Арса даже в этот праздничний день работали на ремонте на различных атомних станциях Украины. И вернуться они домой в Славутич только 29 и 30 декабря. С Днем Энергетика! Работники Атомремонтсервиса.